А вот, Ирина, есть какой-то унифицированный список документов, необходимых по подготовке к пенсиям? Унифицированный список, он у нас на сайте пенсионного фонда. Можно его зайти и посмотреть. То есть это заявление, которое вы подаете, трудовая книжка, справка о заработной плате, если имеются дипломы об образовании, свидетельство о рождении детей, мужчинам военный билет. Если это досрочная пенсия, то справка, уточняющая особые условия труда. И это документы у нас в Казахстане, мы документы сдаем подлинники, потом нам возвращают, с печати погашено, что зачтен стаж и выдает назад. В России в том числе так делается, да? То есть также вы приходите с оригиналами документов, с оригиналами трудовой, диплома. Вы приходите, сдаете, с ваших документов с оригинала снимается ксерокопия, она заверяется, ставится печать о том, что документы приняты и проверены, с оригиналами стадии сверки прошла. Вам отдаются оригиналы обратно, соответственно, на руки, а копии пенсионный фонд забирает себе. Ну, у них, я так понял, и электронные, и бумажные носители, да? Да, и вам выдается бумага, также на бумажном, естественно, носителе, что вы пришли такого-то числа, сдали такие-то документы, написали заявление о назначении страховой пенсии, и ждите, соответственно, решения положительного, либо отрицательного. Там вы уже узнаете позже. Ну, документы ПФР надо же сдавать не только перед пенсией, но и заранее, вот, например, мне только 57, я могу сейчас уже сдать документы, да, но если я получу гражданство, да? Или вид на жительство тоже дает вам право на оформление пенсии? Вы смотрите, вы можете прийти на предварительный правовой анализ пенсионных прав, сдать документы, чтобы вам посчитали, и выдали бумагу, на которой напишут, что они могут засчитать, какой стаж, а что не могут, и почему. Допустим, не могут засчитать 85-90 год, потому что не читаем и печать. И у вас, когда через год возникнет право, и вы имеете за один месяц до возникновения права на пенсию прийти уже и подать заявление о назначении пенсии, вы уже будете понимать, что вам вот за 85-90 год, предположим, нужно было справку запросить в архив, чтобы там печать читалась, либо сделать экспертизу печати, то есть проделать уже определенную работу, так скажем. Чтобы выйти на пенсию и засчитать этот стаж. А чтобы вот предварительно ваши документы посмотрели, вы можете также обратиться заранее. Пенсионный фонд по месту регистрации, да? Да. Это только граждане Российской Федерации или граждане, имеющие вид на жительство, тоже имеют право? Вот по поводу вида на жительство, вот я думаю, что да, потому что у меня в моей практике на консультацию, опять же, Казахстан, хочу сказать, это было на прошлой неделе, женщина приходила, и у ней вот именно вид на жительство, и ей выдали решение об отказе. Супер, то что в Казахстане, я знаю, люди с видом на жительство, мы оформляем пенсию в Казахстане, а это значит, здорово. Ну вот, ну то есть, вот она, говорю, была совершенно вот недавно, поэтому вот интересно, да, что вот ей дали решение об отказе. Угу.